Здравствуйте! В эфире информационное агентство Камчатка и главные новости понедельника 13 апреля. На Камчатке растет число людей, больных COVID-19. В понедельник 13 апреля к 10 официально подтвержденным случаем заражения коронавирусом добавились еще 11. Это жители Петропавловска и Елизовского района. Подробнее ситуации в нашем следующем репортаже. Сейчас вы видите первые кадры, полученные из центра СПИД в Петропавловске, в котором лежат пациенты с коронавирусом. После 5 апреля, когда на полуострове был официально подтвержден первый случай заражения, центр СПИД перешел на закрытый режим работы. Вместе с пациентами здесь заперты врачи, им нельзя покидать медицинское учреждение. Прошедшие выходные для медиков рядом с лечебным корпусом установили жилой болок. Один человек у нас сейчас находится в тяжелом состоянии в режиме интенсивной терапии. У одного пациента динамика положительная. Мы надеемся, что мы в конце недели первого человека выпишем с официальным подтверждением выздоровления от коронавирусной инфекции. Ждем этого важного, позитивного события, конечно, с нетерпением. Резкий рост числа официально подтвержденных заболевших связан в первую очередь с увеличением количества тестов. Уже протестировано все окружение людей, подхвативших коронавирус, и контактные группы, и даже соседи. Власти обещают сделать все возможное, чтобы тестов проводилось как можно больше. Стоит ожидать в ближайшие дни дополнительного увеличения, к сожалению, количества подтверждений, потому что тесты будут более точно позволять нам выявлять очаги заболеваний. Мы сейчас прорабатываем дополнительные меры по ограничению перемещения, по ограничению контактов, просьба отнестись к ним с пониманием. Для нас сейчас главная задача – это не допустить разрастание инфекции в нашей городской агломерации. Еще одна важная задача, которая стоит перед медиками и властями – не допустить распространение инфекции из городов Камчатки в отдаленные районы. Для этого в Камчатском аэропорту проверяют температуру всех пассажиров, а самолеты перед отправкой в населенные пункты обрабатывают антисептическими средствами. Ольга Семенова, Михаил Москвин, информационное агентство «Камчатка». Владимир Солодов провел в своем аккаунте в социальной сети Instagram первый прямой эфир с жителями Камчатского края. Это был и первый опыт камчатцев непосредственного общения с врио-губернатора. Поэтому неудивительно, что эфир одновременно смотрели до 2500 человек. Общее количество посетителей аккаунта во время трансляции приблизилось к 10 тысячам. Прямой эфир длился больше часа. Владимир Солодов успел ответить примерно на 100 вопросов. Такие встречи он пообещал сделать еженедельными. Следующий эфир запланирован на пятницу, 17 апреля. Огромное количество вопросов. Я, к сожалению, не на все смог ответить, но могу верить, что я все вопросы себе фиксирую и на все их дам ответ. Мне очень приятен такой отклик. Я хочу поблагодарить жителей Камчатского края за их заинтересованность в решении проблем, которые стоят перед краем. Больше ста человек на Камчатке стали участниками волонтерского движения «Мы вместе». Они помогают пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, привезти продукты и купить необходимые лекарства. О том, как работают волонтеры, в материале Александры Галдиной. Два телефона, компьютер и блокноты – это то, что нужно для работы волонтерского штаба. Люди, которые обращаются за помощью – те, кому больше 60 лет и инвалиды, находятся на самоизоляции и чаще всего просят привезти молоко, хлеб и яйца. Среди тех, кто оставляет заявки, есть люди с хроническими заболеваниями. Значит, особенно важно доставить не просто набор еды, а продукты с конкретным составом. Уточняем, где обычно закупают продукты наши замечательные заявители, потому что очень важно привычные продукты доставлять, те, которые они привыкли приобретать. Чтобы понять, чем помочь и волонтерам, и тем, кто к ним обращается, штаб приехал в Рио губернатора Камчатского края. Активисты рассказали Владимиру Солодову, что заказы возят на машинах, которые на несколько часов дают дружественные организации. Принять помощь от простых камчатцев, которые готовы возить заказы, тоже не всегда получается. Мы часть автомобилей, которые у нас в автопарке правительства, тоже передадим вам с понедельника. И поэтому несколько машин правительственного автопарка, они к вам поступят вместе с водителями, соответственно, тоже можете использовать. Сегодня федеральный центр выделил краю 7 миллионов рублей. Они должны пойти на приобретение продуктовых наборов для малообеспеченных граждан. В него войдут крупы, сахар, растительное масло. Стоимость такого набора в 2,5 раза больше, чем на материке – 1250 рублей. Сейчас уточняются списки тех, кому положена такая помощь. Содействие волонтерам оказывают и предприниматели. К нам присоединился одно из старейших предприятий нашего края – колхоз имени Ленина. Он выделил рыбные, нескоро портившиеся продукты, которые мы будем с завтрашнего дня разводить нуждающимся людям. Те, кто просят помощи, входят в группу риска. И многие предпочитают самоизоляции не рисковать. Бывают, конечно, те, кто вообще дверь не открывают, они просто оставляют табуретку, мы на нее кладем, они расписываются, потом мы подходим, забираем. Некоторые говорят, что когда вся эта ситуация закончится, они будут, ребят, которые к ним приезжали, приглашать домой на чай, говорят, мы испечем вам пирожков. Ну, это приятно слышать от них. Акция «Мы вместе» действует на Камчатке с 25 марта. За это время выполнено больше 250 заявок. При этом на одну бригаду в день приходится не больше трех выездов, чтобы не перегружать добровольцев и не отбить желание помогать. Поэтому набор волонтеров еще идет. Александра Галдина, Дмитрий Былков, информационное агентство «Камчатка». Застрявшие в Сеуле туристы вернулись, пока не домой, но уже на территорию России. В том числе из Инчхона вывезли всех камчатцев, которые оказались заперты в зоне транзита. О перипетиях заложников пандемии и счастливом возвращении – материале Залины Корбановой. «Ну что, кто там говорил о 20 пассажирах?» «Да, да, да. Самолет битком». Больше 50 россиян, среди которых были камчатцы, наконец-то смогли вырваться из транзитной зоны корейского аэропорта. Всего на двух специальных бортах улетели около 200 человек, которые не смогли вернуться на родину до закрытия границ. Конкретно в транзитной зоне Инчхона, а значит без права на выход из аэропорта и даже на свежий воздух, жители Камчатки вместе с другими россиянами провели почти две недели. Не получая практически никакой помощи и раз за разом слыша сообщения об отмене спасительных рейсов, застрявшие в Сеуле пришли в отчаяние. «Среди нас здесь есть младенцы четырех месяцев. У нас есть дети, пожилые. Большая часть едет не с мест отдыха. Большая часть – это люди после лечения, учебы, командировки. Люди, которые едут спасать свой бизнес и сотрудников». С требованием помочь соотечественникам выступали представители региональных властей и журналисты. Но только 12 апреля эта группа граждан России смогла вернуться на территорию своей страны. Пока не домой. Сразу из аэропортов их отправили на карантин в обсерваторы. «Сейчас мы туда грузимся. Последние ребята заполняют документы. Народ с удовольствием дышит воздухом после двухнедельного заточения в аэропорту». В Приморском санатории, который отвели под обсерватор, испытания продолжились. Люди были готовы к тому, что их изолируют, чтобы исключить возможность распространения вируса. Но не думали, что это снова будет сопровождаться холодом, грязью и скудным питанием. «Сейчас вышло солнце, стало потеплее немножко. Ну, блин, как в аэропорту. Вода льется холодная, но хотя бы уже не ржавая». «Нас особо не ждали и не ждали, что приехали мы. Сейчас покажу вам. Смахну с телевизора вот такие вот санитарные условия. Здесь, как видно, невооруженным глазом грязь. Про балкон вообще молчу. То есть, выходить на него крайне опасно для жизни». Еще одну группу отправили в Хабаровский край, где разместили в гостинице и в санатории. Карантин эвакуированных из Кореи россиян продлится две недели. Те, изолированные, у кого не появятся симптомы, тесты будут отрицательными, наконец-то смогут разъехаться из обсерваторов по домам. Залина Корбанова, Дмитрий Былков, информационное агентство «Камчатка». Пройтись по выставке, да еще в сопровождении автора, сейчас нельзя. Залы всех музеев закрыты, но увидеть некоторые экспозиции все же можно. Командорский заповедник опубликовал виртуальную экскурсию. Ее проводит французский фотограф. Натан Левартовский – победитель международных конкурсов, в том числе на фестивале «Золотая черепаха». В этом году он побывал на Командорах в третий раз. Ему удалось сделать снимки животных на рубеже зимы и весны и подготовить выставку. Видео, снятое в выставочном зале, можно найти на сайте заповедника и на его YouTube-канале. Натан Левартовский проводит зрителей по всей экспозиции и рассказывает об истории кадров, попутно делясь советами. Например, как фотограф добивался нужного эффекта, снимая птицу в контровом свете. Или как долго поджидал щенка уникального командорского песца, который только-только начал выходить из норы. Тем утром я ждал 3-4 часа, но мне повезло. В общем, в тундре очень приятно ожидать. Там мягко и удобно. Я уже начал терять надежду. И вот вышел один из щенков. Он меня совсем не боялся. Я смог сделать целую серию фото. Как он спит и гуляет по тундре. И вот еще одно правило. Наберитесь терпения. Я не говорю. Он был очень мастер. Он был очень мстером. Тогда я неaltro явно. Якобы-твою явно переб Polishка. Если бы он спустил тошнего фото. visiting красного фото. Теперь к пут夏 sayaoa. Значит, мы не epidemic. Перевож rotate из сетелка. Продолжение следует. Неупрque останется包тского фото. Скажи даже на фото мастера.